Сейчас погода, откровенно говоря, не совсем весенняя, и многие люди предпочитают остаться дома, угутаться в любимый плед и попивать горячий чай. Но поступив так, вы рискуете пропустить одно из самых красивых чудес природы – цветение сакуры. В Японии это дерево символизирует непорочность и скоротечность бытия. Согласно одной из легенд, когда бог Ниниги спустился с небес на острова Японии, бог Гор предложил ему в жены на выбор своих дочерей. Ниниги выбрал младшую по имени Цветущая, а не старшую, Высокую Скалу. Вторая показалась ему недостаточно красивой. Отец девушек разгневался, так как если бы Ниниги выбрал себе в супруге скалу, жизнь его потомков была бы подобна горам – вечной и прочной. Но Ниниги сделал неправильный выбор, и поэтому жизнь его детей и внуков должна была стать прекрасной, но недолговечной, как весеннее цветение сакуры. В нашем республиканском ботаническом саду ежегодно, на протяжении уже 40 лет, эти два дерева сакуры радуют своей красотой всех посетителей. Вообще, название правильное называется дерево вишня мелкопильчатое. А вишня, черешня – это как бы наши культуры, которые они себя прекрасно ощущают в наших условиях, подходит и влажность, и температура воздуха. Поэтому ежегодно мы можем наблюдать обильное цветение у сакуры. Японцы настолько восхищаются цветением сакуры, что придумали целый ритуал для любования этим деревом. Называется он ханами. В этот день они не идут на работу, а отправляются в парки, чтобы насладиться пришедшей весной. Цветение, в отличие от сакур, которые произрастают в Японии, более продолжительное. Если в Японии, может быть, от нескольких часов до нескольких дней сакура цвести, то в наших условиях около двух недель сакура цветет. Сакура расцвела буквально на днях, так что прикоснуться к частице японской культуры и насладиться всей красотой этого растения вы можете до начала мая. Если, конечно, погода позволит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...